Сообщение о том, что пациент онкологического диспансера в последнее время не получает должного лечения, появилось в соцсетях во вторник. По словам больных, им вот уже две недели не делали облучение. Сломались все линейные ускорители, на которых возможно выполнение этой процедуры. Ольга Шальнева тоже ждет своей очереди. До того, как аппаратура не вышла из строя, она успела пройти половину лечения. Сначала было все нормально, очередей в радиологии не было. То есть на облучение на линейный ускоритель, потом сломался один аппарат. Прошло два месяца, его так и не сделали. Вот две недели назад сломался второй аппарат. Люди ни после операции, ни с третьей стадии, как у меня, рака, то есть они лечения никакого не получали вообще. Многих пациентов, в том числе и иногородних, распустили по домам. Ольга тоже сейчас дома вместе с дочкой Сашей. Женщине всего 44, и своевременное лечение – главный шанс на спасение. Лежат молодые девушки, у всех тоже дети, как у меня. Лежат, конечно, и бабушки, но я не знаю, как там бабушка. Но вот нам оставлять детей сиротами, вот я мать-одиночка, это вообще, я не знаю. Все очень переживают. Потому что сказали, что после облучения, опухоль, прекратить лечение, она распространяется еще быстрее. В онкологическом диспансере нам подтвердили, что действительно вышли из строя все три линейных ускорителя, которые отвечают за дистанционную лучевую терапию. На время ремонта аппаратура пациентов отпустили домой. Основной вид лечения, если для пациента предполагается как лучевая терапия, что он будет делать в отделении? Да, его отпустили, его не выписали, а отпустили домой на период ремонта оборудования. Это абсолютно нормальная ситуация. Но давайте мы не будем заниматься очковтирательством. Когда у нас пациент находится на койке, и мы имитируем лечение, а на самом деле он таковое не получает, это неправильно, наверное, и порочно. В среду утром один ускоритель все же заработал. Инженерная группа отремонтировала его своими силами. А это значит, что наша героиня и остальные пациенты могут продолжить лечение. Аппарат будет работать в 3-4 смены. И самое главное, врачи уверяют, на здоровье пациентов двухнедельный пробел негативно не скажется. Вот эта небольшая задержка на 2-3 недели, она абсолютно не критична для наших больных. Мы не скорая помощь и не оказываем какую-то неотложную или ургентную помощь. И в силу вот этого на состоянии здоровья пациентов 2-3 недельная задержка лучевой терапии никоим образом не отразится. Линейный ускоритель, очень дорогое оборудование. Только на ремонт одного необходимо 960 тысяч рублей. Средства на починку сломанных аппаратов найдены. Отметим, что такого объема лучевой терапии, как в Ивановской области, нет ни в одном соседнем регионе. В ЦФО конкуренцию нашему онкологическому диспансеру составляет только Москва.